Высокий фэшн Высокий фэшн Тысяча четыре СУ Тысяча четыре СУ Тысяча четыреста Рейс номер СУ Тысяча четыре Так, ну что, друзья, мы уже в аэропорту Погода чудесная Как мне люблю чемодан таскать А что делать? Калининград Нанять? Нанять Не, можно, конечно, кого-то нанять Таскать чемоданы, но я думаю, да, друзья Что мы Сами справимся Все Новые штуки сделали Видите, вентиляторы работают на них Показывают Интересные всякие штуки Скоро, короче, голограммы будут Реально вообще Огромный рост Очень огромная очередь и вообще Народу тьма Все непонятно, Армане вернулись, что ли? А вот такой розовым никогда не было Да, они вернулись, вот Да Хорошая цена надо брать Сорок одна тысяча Мне кажется, они раньше бы тридцать стоили Не, двадцать 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 семь Теперь сорок Прозрачные вот эти стоят столько Друзья, мне очень понравился этот аромат Вот И вот этот классный Примадон Примадонна называется он Пахнет конфетками Это Примадонна А они просто, видишь, как бы Либретто Это типа, видимо, связано с этими Эра Эридит Бельканто Это, короче, очень с опера связано Легким и с таким А те Тебе понравился Наш выбор сегодня туалетная вода Примадонна тебе понравился Примадонна Выяснили, что у нас в туалете стоит Парфюм за двадцать тысяч Который мы просто Ну а что делать? Нам просто не нравится Друзья, я пробую сегодня бедность И взял по скидке старинный какой-то аромат От Кельвин Клайн за четыре восемьсот Каких, блядь, шестьдесят тысяч Аромат, который пахнет Как будто вы только открыли свежую бутылочку буратино И вот пахнет именно так Даня в восторге Говорит, все время будет пахнуть, как будто ты облился лимонадом И руки вытер от друга Ой, девочки Как люблю дорогие ароматы Амуаш Копье надо брать, друзья Только для богатых Только для лакши Очень, очень дорого Шестьдесят шесть Триста Улёт Данька сегодня на диете У него коктейль маракуйя с грушей и личи Мы нашел патрон, когда у нас модели за двадцатку Он стоит три на китайском сайте Конечно, мы не будем его покупать Серьез три тысячи? Называется Опера Хора Да Да Видишь, я угадал Ой, моя яичница Спасибо большое Будешь? Будешь? Не Не Он Оф Седай Седай Как будет? Все, мы выбрались Самолет так интересно садился В разные стороны, просто несло Просто очки сон на виражах были Не все время что-то дует до сих пор Майлман Вот теперь точно понятно Вообще не так сильно В самолете разу Рыброво Очень сильный ветер, друзья Солнце светит, на самом деле, очень холодно Ну так свежо и прохладно Наверное, будет сильный ветер шуметь в видео Сейчас проверим В общем ехать 35 минут Это все на Яндекс Цена 1300 Ветер будет сильный, да Ты помнишь? Нет А то мы пересматривали так Не Он Оф Так Ну а что Под Под этим апартаментами Сразу есть Спарт Магазин Тут все Вообще Что хочешь Можно купить И в апартаментах приготовить Я считаю Отлично Так Выходишь из лифта Здесь есть спа На спа тоже есть скидка Называется Балтик спа От отеля Кристалл Заходишь Вот так Здесь есть номер Да Наш номер 7 Очень чисто Аккуратно Красиво Я так Ты какаешь Друзья На самом деле За 3000 в сутки Мне кажется Просто роскошно Вообще Это апартаменты Что А там твоя булка или моя Обе мои были Да Тут кухонка Туалет Ванна Душ Все очень цивильненько Шикарно Друзья 6000 за двое суток Это просто даром На завтрак Можно сходить В отель Кристалл Либо пойти по завтраку Где мы захотим Не знаю там Кофе булочка Мы отправили путеводителя В целый В колеснике Лучше там Да кстати Еще Нам правда Отправили Путеводитель Где вообще Какие рестораны Какое что Куда сходить В общем Очень даже Все цивильненько И классно Все цивильненько И классно Пошли Пошли Друзья Смотрите как красиво Это магнолия Надеюсь Это не центр Какие домики Такой милый домик Три Ну и в третьем Такие большие эти елки Ну сосны Да Так Винтарь пошел Пошел Янтарь Кусками А это мыло Мыло Винтарь А вот Вот эти стежи Меня целые Реально найти Больше ничего не надо Ребятушки Да пока нет Нет Вот вещи Черный шаманский янтарь Будем Черным ларимаром будет Да Красиво Конечно Очень эффектно Да Все в лавках И домиках Так Друзья Светлогорск Раньше назывался Раушен А Калининград Кёнинсберг Данька Опять по интервью Сейчас дарит Дарит Каренгей Как флакончик Каренгей Видишь какой Каренгей Винтарь Хорошо А жалко Что их не видно Асова Возьми бабушки еще Каренгей Очень вкусно Два Да Ну что Ну что Винтарный Винтарный Какое Интересное Оно еще Обычно Заплеталось Растениями Пойдем Господи Какая красота Разве Дрон Просто Хочет Весь Свести Пахнет Суслочком Данька Все снимает Обожает Все старье Просто Манатеет По винтажу Хочу Дома Коллекционируют А не Янтарный бус Смотри какой Хочет Красивый 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 Целое яичко Измолим Измолим Мы Он Офф Офф Подписывайтесь О той здесь такое дикие дикое море а вот там какой-то прям зимний сад интересно все из стекла класс да да классно да конечно может и спрессо выпьем спрессо ну давай я хочу это лебедь но это просто настолько да такой художник для художника так вижу грузятся эти новогодние игрушки из попива еще фрукты и мухоморы кстати мухоморы ушли первые мухомородные игрушки мухомородные игрушки ты будем это это брошка красиво это бабник костюм данька страшно любит всякий антиквариат всегда ездит что-то ищет который люблю собирать хрустальный здесь есть тоже акцент на посуду и на чистоту пара веществ раушин не такие наши там книжки такие потертые и сохранится Ну да, как вот, представляете, это как бы даже сейчас люди пьют. Музей мирового океана. И все, конечно, было бы хорошо, масштабно, интересно, если бы не вот этот убогий разноцветный парк, который закрыли название. А, Янтарь-холл, театр эстрады здесь. Янтарь-холл. Масштабно. Какой интересный раскрывается лид. Там. Здесь центральный вход, здесь какой-то конгресс-холл. Ну прям масштабно. А там море. Как говорит Даня. Как ее было? Ходить на минималках? Заха ходит. А, Заха ходит на минималках. Заха ходит. Да. Масштабненько. Ну что, кушать? Пойдем. Друзья, как красиво садится солнце на море на Балтийском. Масштабненько и красиво. Даня, ты куда пошел? Уже поздно. Уже закат. Все. Как сказала Лиза Журавлева? Хочу какать. Ой, я какаю. Ну что, Фатик. В общем, интересно, лучше чем Суздаль, конечно. Суздаль. Да. Причем не Суздаль-то вообще. Ну потому что в Суздале куча всякой херни, пряников. Всяких, а тут типа янтарь, 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 янтарь. Я не китаец. Я янтарь не уважаю. Так. Ну что, друзья, вечерело. Холоднело. Пойдем и поедим. Вот здесь вот есть симпатичное кафешечко. В ресторане живые цветы с потифилом растут в чайниках. Данька выбрал, как и я, очень даже банальный выбор. Мы заказали два борща и десерты. Вот. Сел телефон, дали пауэрбанк. А то бы вы не узнали, что мы пожрали. Трагедия. Так, Данька по коктейльчику, я по пивасику. Ждем борщ. Вкусно? Попробуй, пожалуйста. Вот. Это черника, да? А, голубика, сказали. Там прям плавают ягоды и голубики. Борщик пришли, крышечки было накрыто, все открыли. Ой, перчик. Дань. Люкс в мелочах, да? Да. Это приятно. Какая у меня красота, друзья. Просто улет. А я пробую бедность. Зато я худой. Ну что, ребята, доброе утро. Я, короче, на завтра, когда не успели, мы проспали. Я пойду в спар-магазин. Все, что хочешь. И фрукты тебе, и сладости. С парой прям какие-то акции, акции. Так, надо взять чайка себе. Это что, акция за 159? И так он стоит 129. Интересная акция. Странно, да? Что-то, может, я не понимаю? Врубился пакетированный человек и не пакетированный. В лучшем разница. Мы вчера попробовали вот эту колбаску с... Надо брать вот эту. На грибную, кстати, скидка. Возьму еще с орехом. Каманберчик возьму. Каманберчик, конечно, без кофе, друзья. Но он аппаратный. Народ на кассе ругается, потому что многие не умеют еще ими пользоваться. Так, а я ищу хлебцы. Хлебцы. Ежевые хлебцы. Да, надо пользоваться, конечно, этими кассами электронными. Это очень удобно. Чтобы они стоят в очереди. Нашел я хлебцы, но нет моих любимых. Так, мне подсказали, что я не там смотрел. Вот, оказывается, есть еще такие всякие. С зеленой гречкой. Господи, под это. Хлебцы бородинские. Ой, бородинские. Его попробовал бородинские хлебцы. Так, ну и, конечно, Калининград. Сюда без марципана. Надо дать мне марципан какой-нибудь на... На завтрак. Ну что, вот и завтрак. Вкусненько все нарежут. Налажут все вкусные вкусности. Марципанчик. Сейчас Данька проснется. А завтрак уже готов. Доброе утро. Как настроение на день? Хорошо. Ну так интересно. Что? Творю интересное настроение. Настроенный. Куда пойдем? Куда-нибудь. Придогай в другую сторону. Надо все посмотреть, где он. На карте. Да. Нужно посмотреть какой-нибудь маяк. Спуститься к морю. Маяк. Маяк. Куда? И теплее одеться. Здесь должна быть такая музыка, и ты просто стоишь, никуда не двигаешься. Так, Данила нарядился, пошли. Ну я тоже, конечно же, немножко принарядился. Пойдем народ радовать. У города Рауш. 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 Ну все, на прогулочку. Пошли. Первый этаж. Он меня привел в парк. Янтар. Янтарного периода динозавров. Рауш. 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 Я вижу там уже ламу и каких-то пони. Ну или такие карликовые лошади. Карликовые кони. Ну прикольно у них здесь. Даже вот там есть динозавр пластмассовый. Интересно, а в янтарном парке янтарь валяется? Нет. Ты знаешь, как янтарь произошел? Как? Говорят, что это смола, которая была там в море. Огромные деревья падали в море. И получается, что вот эта смола гигантская, она обрабатывалась долго-долго-долго, а потом вымывалась на берег. Ну это не точно. У нас сегодня не точная программа, что, где, когда. Вот. Это было очень давно. Очевидно, но факт. Это было давно еще. Поэтому все приплетают динозавров. То есть это говно динозавров? Ну вот в нулевых был бунт. В Калининграде китайцы приезжали. Скупали тоннами этот янтарь за валюту. Потому что они считали, что это кровь дракона. Поэтому красный янтарь самый редкий и дорогой. Но сейчас, мне кажется, что это просто сокращенный янтарь. Так, ну, пока мы проходим, здесь избуха есть. Линейка Флинстоуна. А, точно. А если не смотрел этот мультфильм? Флинстоуна назывался? Да. У них был вместо собаки динозавр Дина. Еще они катались на машине. Которые ногами надо... Ну, колеса каменные эти. Деревянная такая машина. Надо было ногами бежать, чтобы поехать. Дуратский мультик. Смотри. А здесь же еще и дом Санта Клауса. Ну, это дом Санта Клауса. Видишь, там олени, сани, домик такой. Санта Клаус другая. Вот такая история. Слушай, этот паразит здесь хорошо размножается. Не знал, что гуси умеют плавать. Потому что это точно гуси, а не лебеди. Здравствуйте. Так, сейчас целый отряд выйдет. Они привыкли, наверное, что их кормят. Ну, очень даже уютно. Классно деткам здесь. Здесь. Брахерта. Дом-музей Брахерта. Ты знаешь, кто это? Да. Я могу только про могилу и Мануили Канка рассказать. А где она? В Пельминграде. Там тоже ничего интересного. Фацилия, по-моему, называется. Или фортиция. Фортиция, по-моему. Очень красивое растение. Весной самое яркое, сочное и желтое. Здесь находится вилла Гретхен. А посмотрите, какая красота на полу. Это все беленький лютик какой-то. Его называют ветреник. Да. Хочется вот кусочек откопать домой. Мы решили выйти к морю. Вон оно внизу. Подойти вообще невозможно к береговой линии. Здесь какой-то был пожар, видимо. Вообще невозможно спуститься к воде. Вот. Ладно, пойдем в обратную сторону. Какое красивое строится здание. Там стеклянное. Полочки, конечно, просто умиляют. Домики вот такие. В таком прусском стиле. Здесь есть отель. Называется Высокий берег. Называется гостевой дом. Высокий берег. И Даня понял почему. Потому что нет спуска к морю. И берег очень высокий. Я не знаю сколько там. Сто. Пятьдесят. Обычно говорят над уровнем моря. Мы впечатляем. Ну короче, очень, очень, очень высоко. Мы не стали спускаться. Здесь есть прям очень симпатичные дома на этой улице. Это прям красивый дом. Это прям как многие воспринимают родовое гнездо. Кованые решетки. Вот эти вот. Забор кованный. Красивый. Фонтан и сам дом. Прям вот в немецком стиле. Магнолия опадает. Так. Ну что. Песчаная гора. Мы здесь. Площадка. Песчаная гора. А где море? Море где? Уже хочется моря. Ну все равно как бы эстетически глазами ты просто кайфуешь. Все зеленое. Все сочное. Весна конечно в Калининградской области прекрасна. А вот такое кстати мне подарила Галина. Забыл как называется. Я его посадил. Ну вот мы добрались к спуску к морю. Но он закрыт. Видите работает кран. Хотя наверно как-то можно спуститься. Друзья. А вот в нулевые была сделана принцесса лягушка. Ей все. Все просто натирают губы. Свисточек. На счастье. На удачу. За ней находится кстати вокзал. Вот он. Кстати. Вчера я вам не рассказывал когда мы здесь гуляли. Этот дом. Охотника. В нем снимали красную шапочку. Помните такой фильм? Наверху жил звездочет. Наверху. В доме вообще. Охотник. Короче скорее всего в сказке здесь жил звездочет. А он называется дом охотника. А вообще здесь конечно много. Можно купить разного антиквариата. фарфора старого. Какой нибудь гдр сервиз. Слышите? Друзья по городу вот такие вот штучки. Когда ходишь написано в какое время лучше фотографировать. И как держать камеру. В каком ракурсе. Прикиньте. А здесь вот бювет. Лечебная вода. А сейчас мы пойдем смотреть с вами где у них большой раушен центр. Кстати здесь возле него внизу целый городок. Кёнинсберг и все что рядом города с ним находились рядом. Мы почитали тут написано остров Кнайпхоф. Это остров. Хотя вот там написано на домике что это Кёнинсберг. Скорее всего дворец Кёнинсберг. В общем не знаю. Ну где правда. Кёнинсберг. Кёнинсберг. Дюйканский. С pits. Кёнинс couldр тресвias. Тоatinка к population. Памьянсберг от women. я всегда говорю нужно иногда где-нибудь присесть и отдохнуть не бежать никуда и нибудь и фонтанчика пораздумать о чем-нибудь классно здесь данька убежал как всегда смотреть янтарь какие-то домики я снял рубашку потому что что-то мне было жарко а теперь мечты ножки даже прохладно что ли что данька идем в органный зал не думаю что я думаю что там для таких известных произведений наверно специально собираются какие-то отдыхаешь здесь правда моральной душой как бы красиво и приятно очень много зелени очень много зелени просто вот если бы не было у меня столько разных имений то наверное можно было бы выбрать раушен как город для жизни но мы сделаем много зелени и у нас очень красивый дом наверху какой-то трезубец кстати да такого бы салона красоты не отказался очень даже приятно так где орган я хочу надеюсь это серия будет скоро отвлечься от красоты сказать что мы в поисках хороших администраторов парень девушка хотите работать и знаете вообще специфику пишите главное чтобы вы были с мозгами стрессоустойчивые ответственные через шесть минут начнется шедевры органной музыки именно сегодня 15 апреля дань прикинь это судьба пошли слушать орган где купить билеты постоим так это и есть от органный зал народ довольно таки уже очень много так на общем друзья были билеты прикиньте все сложилось на и пропусти девушка вот я впереди вешу вот прям недалеко здесь рядом очень интересная здесь акустика мои друзья ночью знаете как случайно слышали пришли и начало 15 апреля в 16 00 а мы идем-идем 1549 прикиньте и билеты были последних было еще шесть билетов музыка а 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 Уважаемые слушатели, в наш сегодняшний музыкальный вечер, не через 50 метров, а именно сейчас, мы благодарим вас за внимание, слушайте хорошую музыку, до новых встреч и берегите себя. Что вам сказать, орган это прекрасно, главное выбирать правильные композиции, тогда будет вообще все роскошно, кто-то пришел немножко вздремнуть, кто-то не досидел до конца, встал после двух композиций, вообще сейчас очень многие композиторы, например, такие Ханс Зиммер, у них электронный орган, А послушать в живой, конечно, это мощь, такая вот огромная, которая играет реально музыку, очень круто, надо, кстати, немножко поизучать историю Баха и Вивальди. Что там изучать, Бах умер в несете. Да то что? Он умер в своей могиле. Могила нет? Исчезла могила? Ну нет, он же умер в бедности и в забвении. А кто был глухой? Витховен. Витховен был глухой. Ты уверен? Да. Кто был слепой? Мы поняли, что Вивальди называли рыжий кто? Его называли как-то рыжий. Рыжий кто? Какой-то рыжий. Ну вот. Талантливый рыжий Вивальди. И тогда. Вот так вот. А здесь, друзья, детский лагерь. Так выглядят корпуса. Как в американской истории ужасов. Наверное, классно. Детки отдыхают здесь летом. Даня, поехал бы в этот лагерь? Почему? Ура! Мусорка есть, наконец-то. Я есть ради с ними. Не, ну если ты был бы молодой, радовался бы? Нет. А вот там еще какие-то корпуса, видимо. Ну, короче, здесь, скорее всего, были какие-то детские оздоровительные лагеря. Слово лагеря звучит ужасно. Боже, сколько у нее там колбасы. Ты сытая? Кисть, ты как вообще? Даже не ест. Сытая и толстая. Молодой человек, тоже корм лежит. Молодой человек, ну как вообще? Киса. Киса. Кисю. Кисю. Кисюль. Вот этот ты толстяк. Чего фраер попутал? Ой, друзья, честно, не верится, что мы нашли способ пробраться к береговой линии. Потому что это невозможно было сделать нигде. Было все перекрыто. Я уже думал, что в эту поездку мы ничего не увидим. Вот. Но мы еще, конечно, не дошли. Может быть, нам сейчас скажут, что нельзя. Потому что, мы думаем, что можно. В общем, скажу вам честно, откровенно, не больше двух дней в этом Светлогорске. Рауша. Или Раушет. Уже опять забыл. В общем, не более двух дней. Не более. Да, Николай, он же побежал уже к морю. Такой вот пятачок. Это, скорее всего, сделанная набережная. Сейчас пойдем поближе подойдем. Ну, здесь, кстати, видны эти огромные трубы. Из чего вообще делают эти пир? Как они называются? Волнорезы. Давай, ну, к морю опять не подойти. Песа 3. В этот раз мы хотя бы близко. Тупик. Но мы были близки. Это был самый-самый близкий путь. Да. И на закате. Идем обратно. Камни роскошные, красивые. Очень люблю камни. Обязательно я закажу на участок. Камни и красиво их как-нибудь разложим. Ребят, ну, это уже достижение, что мы здесь мы подождем и встретим здесь закат, чтобы это было прям красиво. Ну, красиво же. Камни. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь будут красивые лежаки лежать. В смысле, стоять, а вы будете на них лежать. Будет очень даже классно. Пока все только строится. Все только строится. И, кстати, как-то... Да, лифт? Ой, пойдем на лифт. И как-то, кстати, не работает? Наверное. Ну, короче, как-то и убрали жители вот эти вот столбы. И что вы думаете? Всю береговую линию затопило и разбило. Поэтому вернули обратно. Насыпали, видите, сок камней. Теперь это прям полноценная береговая линия, которая защищает от воды. Море только как наслаждение. Не прикоснуться, короче, к морю. Но это пока... Может, потому что-то мы увидим, конечно, не знаю. Так, а вот так выглядит лифт. Лифт, который поднимает с променада наверх. Надеюсь, он работает. Под ним какой-то... Под ним находится курортный какой-то кафе. Даня, просто... Я устал. Давай, говорит, пап, покатаемся на котельке. Я просто устал. Он хвастается своими кроксами за 40 тысяч. Кроксами. Своими... Как они называются? New York. New York. А я пиво хочу. А я пиво хочу. Нам не поможет. Увлекается. Так, хочу... Вон там вижу стол свободный наверху. Хочу там сесть. Будем красиво закат встречать. Вон там наверху, видишь, стол? Так, давай, посмотри. Только что был свободный стол, я видел. Гардеробная, это вот здесь. Снимай все. Мне кажется, как будто мы в Крыму. Жареная корешка. А у меня такой нет. У тебя такой нет? Очень красивый рыбный ресторан, я считаю. Уютный, милый. Довольно-таки. Семьерия везде растет. Я хочу вам сказать, что либо это сейчас, но здесь очень недорогие цены. Ну, прям доступные. Вон, тыквенный суп 300 рублей. 295. Очень красивый рыбный ресторан, я считаю. Уютный, милый. Довольно-таки. Семьерия везде растет. Я хочу вам сказать, что либо это сейчас, но здесь очень недорогие цены. Ну, прям доступные. Вон, тыквенный суп 300 рублей. 295. Пишите, по-моему, здесь интересный. Тут у меня есть колбаса, сыр, которая приводит в домик. Ты просто думаешь, что ты инфекционируешь? Да, мне интересует, а что привезти маме? То домик, то украшение из янтаря. Ну, в общем, не знаю, будет ли я понял. Мне кажется, это 12 тарелочек. Мне кажется, это 12 тарелочек. Это не правда. Ты меня обрызнул? Ой, я еще не себя обрызнул. Добавил пятый. И на мне будет пятна. Даже тебе будет. Нет, на черный. Все в черном, а я в красный. Звезда в бутылке. Так, гудане суп с судаком. Тыквенный суп с судаком. Но порции, кстати, я вам хочу сказать, такие минимальные. Поэтому такой, видимо, и чек. Но, в принципе, это идеально. Ой, друзья, пивка. Выпил щечки розовые. Ресторан Куропный. Хорошее место. Мне понравилось. Если бываете в Солнечногорске... Светлогорске... Я правильно сказал вообще? Светлогорске, господи. Всегда бываете в Светлогорске. Посидите. Прямо под лифтом находится. Ой, Данька, ну красиво. Красиво стоишь. Прямо на закате. Я думаю, зачем же камни поставили? Чтобы не размывало. Вообще? За камнями стоят такие же палки. Да, видимо... Ну, видимо, смывают. Ну, что, друзья, все. Сегодня льет дождь. Походу мы уже сегодня где-нибудь погуляем. Поедем мы в Калининград, друзья. Так что смотрите следовательные серии. Мы сейчас поедем в Глобус. Там, говорят, есть садовый магазин. Нужно же снять контент для Кудрявого Садовника, друзья. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, пересылайте своим друзьям. Смотрите эту серию. Очень буду благодарен за комментарии, лайки и отправку с моим друзьям. Так что до встречи. Пока.